Значит, мы начинаем, сейчас начинаются осенние праздники, вот, которые, в чём их особенность? Вы будьте внимательны, когда мы вступаем в осенние праздники, потому что те праздники весенние, помните четыре, там, Пасха, Опресники, Первого Плода и Пятидесятница, их четыре, они что? Они исполнились, правильно, то есть тут мы их опразднуем, мы их понимаем, но уже тут где-то как-то, считайте, что я вам это не говорил, можно как-то расслабиться. Осенние праздники, но, почему? Потому что они должны исполниться ещё. Ну и люди ожидают восхищения церкви, ну кто верит в это, кто не верит в это, ну, по крайней мере, верующие будут взяты, то есть, Милогасы это, Господь придёт как кто? Как тать? А что такое тать? Это вор. То есть он, раз, для чего? Чтобы snatch his bride away, то есть, похитить свою невесту. Невеста это кто? Это мы. То есть, а невеста, а не готова невеста. Ну, так он пришёл, а она, видите ли, не готова, она занимается своими делами, она и жениха не ждёт. Ну, так поэтому сказано, что готовые вошли, а не готовы, они не готовы были. За ними пришёл жених, а они, может быть, смотрят вообще в другую сторону. Может, они вообще на кого-то другого смотрят. Ну, так он их будет брать, он не будет их брать. Вот они и не вошли, и всё, и будь здоровы. Поэтому тут надо, осенние праздники, это, когда они исполнятся, тоже можете расслабиться. Ну, хорошо. Так вот, там и расслабиться. А сейчас? Ну, сейчас? Понятненько, да? И вот написано в 23 стихе, сказал Господь Моисею, скажи сынам Израиля, в седьмой месяц, в седьмой месяц, в первый день месяца, седьмого, первый день седьмого месяца, праздник, как называется праздник, ещё раз? Праздник труб. Вот так он называется. Поэтому я хочу, чтобы праздник труб, так называется праздник. Я хочу, чтобы вы знали, а если вы хотите там кого-то вразумлять, учить, это можете не учить, может, как хотите, но вы должны знать, что это такое. Значит, никакой работы не работайте и приносите жертву Господу. Всё. Всё, больше здесь о нём ничего нет. Потом дальше сказано, что начинается тоже в девятый день этого седьмого месяца. Девятый день седьмого месяца. Это был первый день седьмого месяца, правильно? А это девятый. Значит, прошло восемь-девять дней. Ну, девять дней прошло. И это праздник очищения, если называется праздник ещё искупления. Окей. Геом-ки-пур. Ну, это в следующий раз. Значит, в другом месте, я не буду сейчас туда идти, в другом месте праздник труб называется ещё день трубного звука. Так тоже он звучит. То есть это что-то, связанное с шафар. Что такое шафар? Это такой, ну, труба такая, рок такой, бараний рок, и туда дули. И этот звук издавали по очень разным причинам. По очень разным причинам. Когда собирались на войну, когда там стан Израиля выстраивался в определённом порядке. Когда было новомесячие, начинался полнолуние, начинался месяц. То есть по разным причинам делали этот трубный звук. Но меня интересует не это. Вы же знаете, в принципе, что меня уже интересует. За столько лет вы уже знаете, чем я дышу. Когда вы смотрите, я вам говорил, когда вы смотрите на эти праздники Господни, важно смотреть не просто на праздник, а важно смотреть в контексте. В контексте. Значит, контекст это какой? Вот 23 глава Левитов, это контекст. То есть, почему в седьмой месяц? Почему сейчас? Что было до этого праздника? До этого праздника было лето какое? Благоприятное. Ну что, а что летом происходит? Ну, растёт там какая-то пшеница что-нибудь, или там растёт, я не знаю, что там растёт. Растёт, растёт. То есть, сейчас лето благоприятное для чего? Для того, чтобы что-то там достичь, чтобы что-то... В отношении Бога, конечно. Речь идет о духовном урожае. Ну, а что осенью происходит? Урожай происходит. Правильно, сбор. Сбор. Ну, речь же идёт не о культурах, не о растениях, речь идёт о людях. Ну, о людях... Каждый смотрит, понимаете, каждый смотрит в свою сторону. Их надо собрать, их надо... Речь идёт о урожае. Понимаете? А люди заняты своими делами. Люди не готовы. Людей надо как-то растолкать. Людей надо как-то разбудить. Ну, и что, как Господь будит людей? Он дует в свою трубу. Понимаете? Он даёт мощный звук. И написано в Псалме, что «Блажен народ, который...» Да, знающий трубный зов. Блажен тот народ. А я могу взять, чуть-чуть перефразировать, сказать, блажен тот человек, тот верующий, который знает голос Божьей трубы. Потому что она звучит. Она звучит non-stop. Проблемы с трубой нет. Она всё время звучит. Проблема в нас, потому что она звучит, а мы её не слышим. Потому что мы слышим другие звуки, звуки этого мира, и мы смотрим туда. И как бы игнорируем. А она где звучит? Понимаете? Мы в силу своей плотской какой-то сути мы смотрим на внешние какие-то вещи. Что тут, что мне приснилось, что мне видение, что мне кто сказал. Понимаете? А голос-то Божий нужно в себе искать. В себе же. Пророк говорит, вот я встал на стражу и жду, и смотрю, что Господь скажет во мне. Вот там голос Божий. И там труба Божья звучит. И для чего? Для того, чтобы человека разбудить, для того, чтобы человека как бы растолкать, вывести из состояния вот этой теплоты, сонливости, духовной сонливости. Помните? Они заснули. У него агония у Иисуса Христа. Он потеет кровью. Понимаете? Там кризис. У него кризис. Он говорит, побудьте со мной. То есть разделите со мной. А они спят. И вот Бог пришел за ними. Ну, кого там забирать? Понимаешь? Они же спят. Так вот, перед тем, как предстать перед Богом на день. Какой день? Помните, вот этот девятый день? Вот это вот ключевой день. Вот здесь вот нужно выдержать. Кто говорит, выдержит день посещения моего? Вот это. Чтобы здесь выстоять, чтобы здесь правильно предстать, для этого Господь по милости, Он не должен это делать. По милости Он начинает человека будить. И будить Он начинает его не в восьмой день, это какой, девятый день? Не в восьмой день, а в первый день. Для чего? Чтобы у человека было время что-то проснуться и посмотреть. Говорит, остановитесь на путях ваших. Посмотрите, где путь добрый. Сравните. Что не нужно, оставьте. Что не нужно, выкиньте как бы. Расспросите, где путь добрый. И что, и по нему идите. То есть, чтобы время было остановиться, чтобы время было исправиться, чтобы... To prepare yourself before the Lord. Get ready. Are you ready to meet the Lord? И вот по своей милости, потому что Бог, в принципе, не должен это делать. Поэтому Бог послал кого? Бог послал перед тем, как Он сам придет, Он послал кого? Иоанна Крестителя. Опять-таки, опять по своей доброте, чтобы люди... Говорит, покайтесь. Кто, говорит, солдаты, если вы пользуетесь своим жалованием, больше не берите. Вы мытари, вы берите налоги, которые нужны нам. Ну, вы больше не обкрадываете людей. То есть, покайтесь, остановитесь, перестаньте делать зло. Вот это вот задача была Иоанна Крестителя. Поэтому Он говорит, если кто не узнал Иоанна Крестителя, кто не принял Иоанна Крестителя, it means he is not ready to stand before me. И поэтому Он не узнал Иисуса Христа. Он говорит, какой силой ты это делаешь? Говорит, я вас тоже сейчас кое-что спрошу. Иоанн Креститель был откуда? Оттуда? Или от человека? Говорит, не скажем, не знаю. Ну, и так я вам тогда ничего не скажу. Понимаете? То есть, Иоанн Креститель – это ключевой человек в Библии. И даже не сколько человек, а его миссия, а его министрия. Если ты пропустил Иоанна, ты точно пропустишь Христа. Потому что Иоанн пришел подготовить, помните, обратить сердца детей и кратить? То есть, подготовить народ к Богу, чтобы высокое опустилось, чтобы путь Господа подготовить. Вот это вот где-то как-то перекликается с задачей, которая стоит на этом празднике. Труп подготовить, разбудить. Тебе дается это за 8-9 дней, чтобы ты остановись на путях своих. Ты слышишь трубу? Слышишь? Значит, она звучит не напрасно. Распорти, распорти, как нужно идти, посмотри. И prepare. Потому что, когда ты здесь, когда ты здесь выстоишь перед Богом, как в Израиле говорят, получишь хорошую подпись, это «Хати Матва», ну, это неважно. Когда ты здесь, тогда ты что? Ты входишь уже в субботу покоя, ты уже входишь в вечность, 7 дней – это вечность Суккот. Ты входишь уже в Скинию, это праздник Кущи, это ты входишь в Скинию, когда Иоанн увидел, говорит, вот Иерусалю, вот Скиния Бога с человеком. You enter the rest of God forever. Понимаете? Понимаете, вот контекст, последовательность. Но все это начинается с Пасхи, потому что без Пасхи и Христос заклонный вообще не о чем говорить. Вообще, вообще ничего нет. Но мы сегодня, понимаете, поэтому праздник, он имеет специфическое название библейское, в котором есть смысл, который нужно понимать, который нужно observe, который нужно понимать. И в этом есть духовный смысл, который тоже нужно понимать и применять. И вот в таком плане быть готовым, потому что, как вот и Петр говорил, он говорил, что я уже должен, я своими словами, я уже должен оставить эту земную свою храмину, да? Как мне Господь, говорит, открыл, я должен оставить. Но, говорит, пока я еще здесь, я буду вас возбуждать напоминанием. То есть, Господь, дай мне что-нибудь новенькое для них, потому что им... Ну, он не просит что-нибудь новенькое, чтобы людей как-то там позабавить чем-то новеньким, каким-то откровением. Это не тот момент. Он возбуждает стареньким, но который очень важен. И поэтому на праздники... Я смущался раньше, думаю, ну, надо что-то новенькое, а потом я подумал, ну, не надо новенькое никакого. Не надо никакое новенькое. Надо возбуждать напоминание, что праздник – труп. Задача напоминать, что труба звучит в твоем сердце, а твоя задача – услышать ее. Потому что если ты пропустишь зов трубы, ты не будешь готов к девятому дню седьмого месяца. А если ты не будешь к этому дню готов, так... Ну, так ты не готов, ты не сможешь войти в скини, не войдешь в суккот. А суккот – это... Он говорит... На суккот что? Он говорит, нужно... Это повеление Господне какое? Вечно радоваться. Понимаешь? Почему? Потому что ты уже все, ты с Богом. Там уже все. You done. Ты уже... Поэтому тут сплошная радость. Понимаете? Поэтому вы на эти человеческие традиции, иудейские традиции, вы там слушаете, Новый год, сладкий год, вы это слушаете, но вы сильно не обращайте внимания, потому что там нет ничего, там нет смысла, там нет... There's no point. There's no point. А когда вы вникаете, что в Писании учит, there is a point. Окей? Ну, сегодня такой немножко нестандартный у меня, я хочу несколько примеров разобрать. Давайте посмотрим. Первая книга царств. Как бывает вот с верующими людьми? Первая книга царств. А? 28-я. Тут один стих у нас, да? А, окей. Хорошо. Речь идёт о Сауле. Саул – это был первый царь Израиля. Вот. Ну, уже в 28-й главе он уже, как говорится, наломал много дров. И он уже показал непослушание, он уже принёс в жертву животных, которые священник должен принести был. Вот. Ну, и Бог уже сказал, что от тебя отнимается царство, потому что ты уже... уже, ну, уже понятно. А в 28-й главе он ещё ко всему, ко всем своим грехам он ещё пошёл к кому? Помните? Пошёл к волшебнице. Почему? Потому что филистимляне шли на них войной. Вот. А он молился к Богу, а Бог ему не отвечает. Он уже и через этот Урием, и через Турием, и... ну, не отвечает Богу ему. Вот. Ну, и он пошёл к волшебнице. А он приказал всех волшебницам, изгнать из Израиля. Ну, всё-таки нашли одну волшебницу, он переоделся, чтобы она не узнала его, потому что она боялась. Ну, и он сказал, выведи мне из... из мёртвых, как бы... ну, это же строго запрещено законом, с мёртвыми общаться. Ну... я хочу, говорит, с Самуилом поговорить. Самуил в том времени умер, потому что им нужен совет, он говорит, я не знаю, что делать. Завтра сражение, я не знаю. Ну, и Самуил, всё-таки она смогла каким-то образом, я не хочу, я не разбираюсь в этих духовных делах, не знаю, что там произошло. В общем, получился разговор с Самуилом. I don't know. I don't know. I don't know. Ну, и Самуил говорит ему, для чего ты спрашиваешь меня? А, он говорит, что ты понимаешь, он говорит, что... это какой, 16-й, до этого сказано, что... говорит, вот я обращался к Богу, а он как бы не разговаривает со мной, он отошёл от меня. Ну, и Самуил ему говорит, «Для чего же ты спрашиваешь меня, когда Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим?» То есть, он сам сказал, что Бог со мной уже не имеет дел. Понимаешь? Это Саул сказал. То есть, он понял это. И пришёл к Самуилу. Так он говорит, так что, если Бог с тобой уже как бы дан, так что я? И вот он говорит, «Господь отступил от тебя». Мы же только что пели, что Бог верный и что он не оставляет, да? Вот Бог оставил его. Написано, что Дух Святой отступил от Саула и пребывал на Давиде. Помните такое? И написано дальше, что «злой дух от Господа возмущал». И вот мы пели одно, а вот мы читаем другое. И вот Господь говорит, что Господь отступил от тебя и сделался врагом твоим. Ну, как это так может быть, что Бог отступил и как это так может быть, что Бог сделался врагом твоим? То есть, и вот, ведь понимаете, ведь Бог же взял, они просили царя, и Бог говорит, «Ну хорошо, я дам вам царя». Так Бог же сам избрал Саула царем. Его же не народ избрал, правильно? Вы хотите царя? Хорошо, я вам дам царя. И он нашел царя, вы хотите, чтобы был такой царь? Он сдал самого высокого, самого красивого, самого мощного. И лайки им, ой, то есть люди смотрят внешность, хорошо, вот вам внешность. Он был от плеч выше всех. Второго такого не было в Израиле. Вот так вот люди смотрят, Он им дал то, что они хотят. Понимаешь? Все. Ну и, Господь, это же твой же избранник. Да, но Иисус Христос избрал Иуду? Избрал. И что потом сказано? Он же не был предателем. Сказано, что он что? Он сделался предателем, понимаешь? Бог тебя не делает предателем. Как же так может быть? Я хочу сказать следующее, что Бог избрал царя. Бог сам избрал этого человека, но прошло время, прошло время, и потом Бог сделался, как мы прошли, врагом его. Так как же ты избрал человека, потом перед которым ты сделался как бы врагом? Почему? Почему? Потому что, потому что все это время, все это время звучала труба Божья. Понимаете? Вот чему я говорю. Все это время, когда он делал одну ошибку, когда он делал вторую ошибку, постоянно звучало к нему, оно звучит внутри человека. Постоянно к нему приходил Самуил и говорил вот так и вот так. Человек постоянно игнорировал голос Божьей трубы. Вы понимаете, о каком трубе я говорю? То есть какое-то обличение, какой-то голос, какая-то совесть, что-то внутри. Я говорю о духовном. И в конечном итоге что происходит? В конечном итоге человек становится врагом Богу, ну и Бог становится врагом человеку. Поймите, то, что Самуил стал, то, что Саул стал врагом Бога, или там написано «Бог сделался врагом Саулу», это произошло не за один день. Между там 12-й или 11-й главой, когда он был позван, и сейчас прошло... Вы знаете, сколько Саул был царем? Он был 40 лет. Он был 40 лет, как Давид. Они практически все были по 40 лет. Это уже конец. На завтра, на завтра, это мы прошли 28-ю главу, на завтра он будет убит. И вот трое сыновей будет убит. Все. Прошло 40 лет царствования. В самом начале он уже сделал грех. Когда он там Мамалика принес, не уничтожил полностью. Потом он принес жертвы. Все это время, все эти годы, все эти 20, 30, 40 лет, может, 39 лет, Бог постоянно звучал человеку. Понимаешь? И вот он пришел в самом конце своей жизни, в самом конце своего царства, он пришел, и Бог уже что? Написано, Дух отступил от него. Поймите, Дух Святой так просто от человека не отступит. Дух Святой любит тебя до ревности. Он тебя приобрел дорогой ценой. И поэтому он тебя так просто не оставит. Чтобы Духу Святому оставить человека, это я не знаю. Это человеку нужно хорошо потрудиться. Понимаете? Все это время, все это время, все эти годы, все эти 40 лет, или там 35 лет, или 40 лет, я не знаю. Все это время человек систематически, постоянно игнорировал Божий голос, Божию трубу. И потом, когда он пришел к Богу на Йом-Кипур, я так образно говорю, в свете сегодняшних праздников, там нет контакта, говорит, Господь меня не слышит, Он мне не отвечает. Он меня отступил от меня, Он меня оставил. Если вы посмотрите на этих 5 дев, было 10 дев. Ну, вы знаете, было 5 таких, 5 таких. И там, и там горели светильники. И там была жизнь Божия. И там, и там была жизнь, там написано. У нас гаснут светильники, значит, там есть все-таки, они гаснут. Ну, хорошо, гаснут. Окей, гаснут, это еще не погасли. Они гаснут. Окей, мы тоже ходим иногда, у нас бывают такие ups and downs в жизни бывают. У нас духовная жизнь такая бывает. Сегодня мы так, завтра мы так. Мы иногда угасаем, мы иногда пылаем. Пылаем. Бывает. Но если у тебя гаснет светильник, поймите, светильник не погаснет за неделю. Светильник не погаснет за день, за месяц, за год не погаснет светильник. Чтобы светильник, горящий светильник, я говорю о духовном светильнике, я говорю о жизни Святого Духа, о жизни Божьей. Я говорю, что такое светильник? Это жизнь Бога в человеке. Она так просто не погаснет. Даже если ты согрешишь, даже если ты еще раз согрешишь, Бог будет с тобой... Посмотрите на Давида, он тоже делал вещи, но там же постоянно и обличение, голос трубы звучал сильно, и что? И он обращался. He turned to God. Понимаете? Посмотрите на Петра. Он три раза божился и клялся, и отрекся от Иисуса Христа. Слушай, я говорю, не знаю я его. А потом, когда запел последний петух, Иисус Христос повернулся на него и посмотрел на него, и он пошел, и он горько заплакал. И потом, когда Христос уже воскрес, Он говорит этим женщинам, которые видели, Иисус Христос говорит, идите скажите ученикам и Петру. Так Петр же тут... Нет, отдельно ему. Почему? Потому что я жду и предваряю его там в Галилее. Понимаете? А почему Иуда? Тоже предал его? Они же все оставили его, все там отреклись, и Петр отрекся, тоже предал. Почему у Иуда так судьба сложилась? Почему бы тебе, Иуда, тоже не прислушаться к этому голосу, не раскаяться, не горько заплакать, не сокрушиться, и не раскаяться, и что, Бог бы тебя не простил? Поэтому, понимаете, вот это вот опасно очень. Там сказано еще, немножко поспишь, немного подремлешь, и придет нужда твоя, как человек вооруженный, понимаешь, как сильный. Поэтому будьте, поэтому прислушивайтесь. Вот это вот безобидное якобы состояние, вот я сегодня что-то вот, какая-то я вот не такая, и что-то я не такая, или я такой, сейчас я был не такой. Это... это... это не безобидно, на это нужно обращать внимание. Нужно обращать внимание. Ты же видишь, что ты не такая? Или нет? Поймите, когда человек не такой, когда человек слабеет духовно, он это знает. Он первый это знает. Он прекрасно это знает. То, что ты ослабел, это полдела. Самое главное, что ты будешь делать по этому поводу сейчас? Ты будешь об этом говорить и вызывать сочувствие у окружающих? Или помолитесь за меня, или еще что? Или ты действительно что-то будешь делать? Ну, то, что нужно делать. А как ты вообще узнал или узнала, что ты ослабел? Потому что ты услышала голос трубы. Ты услышала обличение. Тебя совесть обличает? Тебя совесть обличает, что ты проводишь свое личное время не так, как ты чувствуешь, что ты должен проводить свое личное время. Это вот и есть, понимаете? Это вот и есть. И вот на эти вещи нужно обращать внимание. Это и есть голос Божий, который звучит тебе. Ни в коем случае не нужно это игнорировать. Это и есть праздник труб. Это и есть праздник труб. Когда ты собираешься, вот сегодня я проведу с Богом quality time, ты сама себе говоришь. А потом кто-то тебе позвонил, или какие-нибудь дела, или там еще что-нибудь, и все это украл. Украл. Ну, вы знаете, кто украл. Он же приходит для чего? Чтобы... Да. Ну, и потом ты чувствуешь, что вот что-то себе... Еро, feel good. Так вот, прислушивайтесь к этому. Вот нужно сейчас... Вот сегодня нужно, скажем, вот суббота, 6 вечера. Вы знаете, что происходит субботу, 6 вечера. Или там ты ходишь в другую церковь, в воскресенье, в 10 утра. Не важно. Не важно. Появилось какое-то мероприятие, какой-то там троюродного племянника, двоюродной сестры сына, день рождения. Ну, как, неудобно? А, неудобно. Ну, понятно, неудобно. Ну, так ты же поступаешь по-человеческому... Главное разобраться, к какому колену, как ты с ним... Related. Ну, неудобно. Понимаешь? А потом, на завтра, you don't feel good. Вот это, слава богу, что you don't feel good. Потому что, если ты чувствуешь хорошо себя, и ты не чувствуешь никакого, то там уже и не слышишь ничего, понимаешь? То есть, когда совесть тебе что-то говорит, это хорошо. Но если ты не будешь на нее обращать внимание, она перестанет тебе говорить. Она перестанет. Потому что it's up to the point. Я не говорю, что это произойдет за неделю. Но это произойдет. Потому что так было с Саулом. Так было с этими девами. У вас же светильник. Вы видите, наши светильники гаснут. Вы же видите, что они гаснут. А у этих не гаснут. Ну, дайте ваших. Как я могу тебе дать свой светильник? Ну, на, ну, что ты со мной сделаешь? Тебе надо что-то с богом решать? Нет. Они только на эту тему... Они константируют факт, что у нас гаснут светильники. Мы такие духовные, что мы видим. We recognize, что it's fading away. Oh, wow. What a spiritual people. И ничего по этому поводу не делают. Ну, так все. Так они угасли. Они такие угасли. А потом уже все. Трагедия, причем не на год, не на десять, а навечно. Уже. Почему? Потому что люди, что не observe the feast of trumpets. Они не... Вот это вот и есть праздник труб. That's what it's about. Понимаете? Об этом. В этом смысл. Человек... А, вот еще, Миша, у нас, пожалуйста, есть Матфей. И пятая глава, двадцать пятый стих. Когда человек согрешает, когда делает какую-то человеку ошибку, я не говорю, что это плохо, я не говорю, что это хорошо, но это как бы полбеды. Почему? Потому что с нашим Богом есть всегда выход из положения. Поймите. Запомните. С нашим Богом всегда есть выход. Когда ты согрешил, когда ты что-то сделал, это еще полбеды. Если ты правильно выйдешь из этого, поэтому, якобы, говорит, с великой радостью принимайте, когда впадаете в различные искушения. То есть не то, что там не расстраивайся, а вообще с радостью это принимай. Почему? Потому что это послужит, если ты правильно отреагируешь на свое падение, на какой-то свой грех, на какую-то свою ошибку, если ты правильно отреагируешь духовно, по-библейски, как Бог говорит Ереме, «излечешь драгоценный, изничтожного», то это подымет, то это только будет способствовать, что ты подымешься на более высокий духовный уровень. Только извлеки драгоценный, изничтожного. Согрешил, да, но сейчас отреагируй по Писанию, поступи, как Писание учит. Вот я угасаю, я угасаю, я угасаю. Ну, окей, ну дальше что? Ну, ты ничего не хочешь сделать по этому поводу? На светильнике гаснут. Ну, а мы с людьми, делай что-нибудь. А что делать, в принципе, ты знаешь. Матфей, пятая глава, так? А, смотрите, вот это очень хорошее место. «Мирись с соперником твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебя судье, а судья не отдал бы тебя слуге и не верлюя бы тебя в темницу». Ну, можно по-разному истолковать этот стих. Я это вижу вот так, как я вижу. Темница – это вечность, это out, то есть уже все. А судья – это ты идешь, ты идешь, понимаете, ты идешь с соперником твоим куда? К суде. Ты идешь на суд. Йом-ки-пур – это что? Это судный день. Ты идешь на Йом-ки-пур. Когда ты идешь на Йом-ки-пур, когда ты идешь к суде, ты идешь не один. Ты идешь своим соперником. И как вы думаете, кто этот соперник? Да, это Он и есть, Господь. Когда человек родился в этот мир, он сразу родился и сразу стал автоматически врагом Бога. Человек родился и стал врагом Бога. Я сейчас вам покажу это. Теперь он идет, и вот вся его жизнь – это жизнь к суде, потому что каждый человек всем нам дано предстать, каждый человек предстанет перед Богом. Твоя задача, и запомните, пожалуйста, твоя задача в этой жизни, в принципе, только одна. Ты должен на пути, пока ты еще дошел до судьи, потому что когда ты туда придешь, там уже все, it's done. Ты должен на пути, и что нужно тебе сделать? Примириться. Ты должен примириться с Ним. Твоя задача leeman. Ты должен сделать так, что Господь, который, в принципе, которому ты, как бы, не как бы, а ты враг, ты должен с Ним примириться. Для этого не Он должен поменяться или поменять свое направление. Почему? Потому что Он свят, и Он совершенен, там Ему не надо ничего менять. Для этого, естественно, мы должны что-то сделать, чтобы примириться. Это не Он должен, а мы должны что-то сделать, чтобы примириться. И сюда ты должен прийти, к судье, ты должен уже прийти сюда, чтобы он уже был не соперником твоим, а другом твоим. Если ты придешь сюда, и он будет в качестве твоего соперника, то вот человеческое destiny. Если человек примирился с ним, так вот человек идет, ему говоришь, тебе нужно с Богом. Вот человеку это свидетельствует неверующему, ты говоришь, вот тебе нужно с Богом как-то разобраться, у меня с Богом, я в принципе, нормально. Тебе надо как-то примириться с Богом, а я с ним не ругался. Так вот люди отвечают, еще шутят. Почему? Потому что они не слышат трубу, которая говорит, что у тебя отношения враждебные по отношению к Богу. Они не слышат, они не понимают это. Вот посмотрите, что написано в послании Колоссяна. Есть у нас Миша Колоссян? Первая глава, да? «И вас, бывших некогда отчужденными и врагами по расположению к злым делам». Только этот стих? Хорошо. Значит, видите, мы были, мы, там речь идет о врагах, что мы врагами по отношению к Богу. Итак, почему мы враги Богу? Потому что человек расположен ко злу. Помните, когда Господь сотворил людей? И Он говорит, я вижу, что, помнишь, в самом начале еще, по-моему, там, БТС, Он говорит, я вижу, что их все мысли и расположение их ко злу. Помните? То есть, у человека расположение… Это не значит, что я что-то делаю плохое. Это значит, что просто у меня, я все время к Богу поворачиваюсь спиной. «I'm rebellious to God». О, это и зло перед Богом. И потому что я расположен ко злу, я становлюсь врагом. То есть, человек родился в этот мир, и он уже враг Бога. Теперь задача этого человека, по мере того, как он идет к судье, он идет к концу своей жизни, смысл всей твоей жизни. Это, в принципе, примириться с Ним. То есть, вот эти вот 8 или 9 дней, от первого дня седьмого месяца до девятого дня, это, в принципе, и это и есть твоя жизнь. Потому что ты предстанешь перед Богом когда? Уже в конце твоей жизни. Когда жизнь твоя закончится, ты предстанешь перед Богом. Так вот, когда ты предстанешь перед Богом, до этого тебе нужно, чтобы это время, чтобы оно не прошло впустую, чтобы оно не прошло напрасно. Мало того, что человек рождается врагом, человек может примириться и стать другом Богу, но потом что может произойти? Потом он может сделаться врагом, вот как было и с Саулом. Если вы, говорит, вы будете делать зло, то вы, народ и царь ваш, погибнете. Что говорит Яков в 4 главе? Не может быть такого, чтобы я сделался врагом. Может быть такое. Если, например, верующие люди, которые в дружеских отношениях с миром, что происходит с этими людьми? Что написано в 4 главе Якова? Дружба с миром – это вражда, вражда – это враг. Так, если я живу по мирским ценностям, если у меня их Бог-чрево, помните, они мыслят о земном, их конец погибель, в Филиппийце 3 глава. То есть мир, как бы organic connection, Павел говорит, нужно умереть к этому миру, чтобы мир умер по отношению к тебе. Если у человека такие живые отношения с миром, хоть он верующий, то в конечном итоге он становится врагом Богу. Опять, это не происходит за неделю, это не происходит, может быть, за год, я не знаю. Но это может произойти, и это то, что произошло с этими девами, это то, что произошло с Саулом, который был избранник Божий, как Давидов, помазанник Божий, и в конечном итоге Господь отступил от него. Почему? Все по той же причине, что человек не понимал праздник труб. Он не игнорировал. Он игнорировал вот эти вот обличения, он игнорировал совесть свою, поэтому Писание, они уже не будут говорить о совести, потому что Писание все время говорит о совести. Совесть – это, в принципе, Божия труба. Если ты живешь по совести, то ты не сможешь обидеть Бога, ты не можешь поступить неправильно. А у нас, у верующих, это еще более на высоком уровне, потому что у нас совесть обличает по Писанию, совесть обличает в Духе Святом. Помните, как Павел говорит, что «я свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом, что великая для меня печаль и непрестанные мучения, помните, я бы хотел за народ, за Израиль. То есть свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом». Совесть есть у всякого человека, но у верующего человека, который имеет Дух Святой, совесть еще более чувствительная. Она говорит, Дух Святой говорит через совесть. Помните? Поэтому Павел говорит, что «мне совесть свидетельствует в Духе». И поэтому, когда ты или я игнорируем Бога, то тебя, да, обличает совесть. И если это игнорировать, то она становится потом ожесточенной в совести. Помните, написано «сожженной в совести своей». Ну вот от таких уже, наверное, Господь уже может отступить, потому что Бог обличает как? Бог обличает через совесть. Он говорит, кто из вас без греха, пусть бросит на нее камень. И не обличаемая собственной совестью, написано «совестью». А если у человека есть Дух Святой, как происходит обличение? То Дух Святой обличает тебя через совесть. А если у человека сожженная совесть, то Дух Святой не может тебя обличить. А если ты не слышишь обличение и не исправляешься, то ты не предстанешь перед Богом. То ты уже отнимаешься, забираешься. Потому что зачем? Человек не слушает. Не может быть такого, что человек не слышит голос своей совести. Не обманывайтесь, такого быть не может. Потому что никто не знает, что в человеке, кроме Духа человеческого. Совесть – это и есть Дух. Совесть – это не Душа. Совесть – это как раз то, что относится к Духу. Поэтому совесть прекрасно знает. Если ты что-то сделал или помыслил, совесть тебя тут же обличает. Прислушивайся к этому. Потому что ты, как верующий человек, имеющий Дух, у тебя совесть обличает, Дух в смысле не совесть, а Дух обличает через совесть. Как Павел говорит, свидетельствует моя совесть в Духе. То есть у него свидетельство Духа Святого через его совесть. Ни в коем случае нельзя игнорировать свою совесть. Ни в коем случае. Игнорируйте друзей, игнорируйте детей, игнорируйте кого угодно, только не свою совесть. Потому что когда ты игнорируешь свою совесть, ты игнорируешь Святой Дух. И каждый раз, когда ты ее игнорируешь, она становится все жестче и жестче, и ожесточается, ожесточается. И потом она становится сожженной совестью своей. И люди становятся негодны посланию к Титу 1 главы «никакому доброму делу». Помните это? Тит, первая глава. Почему? Потому что игнорирует, игнорирует. Это труба. Когда я говорю об обличении, я говорю о трубе Божьей, которая тебя, как бы, wake you up, чтобы тебя подготовить к Богу. Поэтому ты не можешь не услышать голос Божий. Ты да, его слышишь. Если ты делаешь что-то неправильно, ты не можешь, поэтому ты не выдумывай, не обманывайся. Ты да, слышишь. Задача не в этом. Задача в том, чтобы не проигнорировать то, что ты услышишь. Потому что мы настолько увлекаемся и обольщаемся грехами своими или там какими-то вещами, что мы идём за этим. И мы говорим, а, ладно, завтра, с понедельника. Don't do it. Потому что это чревато последствиями. Что нужно делать? Нужно ходить послушанием. Вот посмотрите, вот ещё Иоанн, пятнадцатая глава. А, смотрите, он говорит, вы, друзья мои, если исполняете то, что я заповедую вам, видите? Значит, понимаешь, ты можешь быть Иисус Христос, когда ты пришёл в эту жизнь, ты автоматически стал, Иисус Христос автоматически твой соперник. Он твой враг, он твой неприятель. И теперь ты идёшь к судье, ты идёшь к концу своему. Задача какая? Задача твоя – примириться с ним, стать другом. И что для этого? Это возможно? Да, возможно. В Ветхом Завете мы знаем, что Бог говорил Авраму, что это друг мой. Сегодня Христос говорит, что вы, друзья мои, если, не автоматически, если, если вы исполняете то, что я вам повелеваю, если ты живёшь в послушании, и ты друг Божий, и в таком качестве ты приходишь к судье, и там у тебя, у судьи, you have no problem. Почему? Потому что ты друг. И когда ты приходишь к Богу, Он говорит, ты приходишь в качестве друга Его. И Он говорит, войди в покой, мой сын. Ну, для этого тебе нужно примириться с соперником, для этого тебе нужно принять Его, примириться и ходить в послушание, исполнять. Блажен не просто слушающий, но и исполняющий. И всё. И тогда вам откроется свободный вход в Царство Небесное. Вот так нужно жить. Или быть противником Его, или быть другом Его. Выбор очень сложный, да, очень много надо думать. Не надо думать. Ясно, что мы хотим быть, мы же поэтому и пришли к Нему, поэтому мы и собираемся здесь. Поэтому нужно качественно проводить время своё, особенно свободное время. Качественно проводить время не то, которое ты на работе. На работе ты должен работать, если где-то ты там, ты должен... Но речь идёт о свободном времени. У меня его мало. У тебя его минут 10 есть? Есть. Значит, проводи его качественно. Как Павел говорит, вменяется не потому, кто сколько может, а кто сколько имеет. У тебя столько... Вот у тебя есть? Значит, Бог у тебя 10 минут. Значит, Бог спрашивает у тебя 10 минут. Что ты... У тебя есть 10 минут свободный. Ну, что ты делал? Вот эти 10 минут свободного времени характеризуют человека больше, чем 24 часа, когда он занят. Потому что свободное время тебя характеризует. Поэтому свободное время не нужно заниматься всяким штуют, а нужно заниматься делами, которые налаживают твои отношения с тем, с которым ты идёшь к судье. Запомните, пожалуйста. Человек прекрасно знает, когда он примирился с Богом, когда он не примирился с Богом. Это никто не знает. Это не знает ни его пастор, ни его жена, ни его муж. Этот человек сам знает. И мир Божий, который превыше ума, мир Божий, он соблюдёт меня во Христе Иисусе. Значит, когда ты примирился с Богом, у тебя мир. Когда ты получаешь оправдание, Царство Божие не пища и не питье, но что? Но праведность и мир, и радость, значит, в Святом Духе, окей. Значит, когда ты получаешь оправдание, которое мы получаем по вере, ты получаешь мир от Бога. Мир. Ты примирился. Ты примирился, понимаешь? То есть, примирился с соперником. И потом ты входишь уже в радость. Праведность, мир и радость. Радость – это суккот, да? Примирение – это вот оно, вот задача примирения. Поэтому человек прекрасно знает, всякий человек, для этого не нужно быть супердуховным, быть. Человек прекрасно знает, в каком состоянии он находится с Богом. Или в состоянии примирения, или в состоянии так себе, или во враждебном состоянии. И если ты видишь своё состояние, значит, нужно по этому поводу что-то делать. Совесть тебя или осуждает, или она молчит. Окей? Вот эти вот десять дней, или девять дней, я сейчас последнюю мысль скажу, я уже поговорил, но я хочу закончить. Вот эти вот девять дней от первого дня до девятого, до Йом-Кипура, вот эти вот, запомните, вот эти вот девять или десять дней – это, в принципе, и есть твоя жизнь на Земле. Понимаете почему? Йом-Кипур символизирует собой встречу с Богом, которая неминуема для каждого из нас. Она неминуема для каждого из нас. Но Бог по своей милости, Он посылает, Он посылает какие-то вот, посылает что-то или кто-то, посылает, чтобы человека подготовить к этой встрече. Задача, чтобы человек услышал это, принял во внимание, изменил то, что нужно изменить, оставил то, что нужно оставить, и подготовился. К этому нужно готовиться. Там же сказано, что, написано, что эти девы вошли, почему они вошли? Что о них сказано? Они были готовы. А кто их подготовил? Они сами следили за своим состоянием. Поэтому Он говорит постоянно, назидайте себя песнями, псалмами, в Святом Духе. Назидайте себя, назидайте друг друга, занимайтесь вот этим, а не ненужными какими-то вещами. Вот эти вот девять дней – это символизирует твою земную жизнь. И ты должен подготовиться к Судному Дню. Ибо все мы предстанем на Судилище, чтобы получить от Него то, что мы делали, живя в теле. Окей? Спасибо. Спасибо.